Мы сегодня делаем все, что в наших силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие. И мы, белорусы, как никто другой, готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели мира в регионе. Я рад, как и вы, наверное, что в ходе телефонных разговоров вчера, это сутки, ночь и день, накануне референдума и в день референдума, Зеленским и Путиным удалось, это было непросто, по разным причинам, организовать эти переговоры на территории Беларуси. На родной и для Украины, и для России, белорусской земле, лично гарантировав их безопасность и обеспечение всем необходимым. Ждем результатов. Состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, дипломаты говорят, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе. Оценивая эти переговоры, с моей стороны, я хочу сказать, человек уже опытный, переговорщики просто молодцы. Они просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Никто, ни Зеленский, ни Путин, тем более я, вовлеченный в этот процесс, никогда не ожидали, что они определяют темы для переговоров, вопросы и найдут точки соприкосновения. Что это значит на обычном языке? Значит, есть варианты договориться, но их надо согласовать с руководством Украины и России. Чем сегодня и занимаются эти переговорщики. Но они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе. Зеленский накануне указывал, что я не верю в результаты переговоров. Никто в них не верил. И не те люди, и вчерашний министр культуры, а он оказался профессиональнее любого дипломата и военного, Мединский. Должен отметить высочайший профессионализм россиян и украинцев на этих переговорах. Вот это вселяет определенную уверенность в том, что эти переговоры могут закончиться прекращением войны. Но, поверьте мне, все зависит от украинской стороны. Если они не будут слушать то, что им подкидывают Запада и американцы, война прекратит. Продолжение следует...